Добрый день, дорогие друзья! С вами Корнеева Ирина и сегодня мы с вами будем делать вот такую шкатулку. Итак, пройдемся по материалам, что нам понадобится в данной работе. Естественно, сама заготовка шкатулки, у меня вот такая заготовочка, различные контуры, которыми мы будем потом расписывать, вот такая вот краска, я буду ей грунтовать нашу шкатулку, нашу заготовку. Акриловый лак глянцевый, финишный лак, так, фурнитура, будем делать замочек в конце. Ну и различные краски, золото, так, это у нас, кажется, бронза, да, золото и бронза, стразики, жидкий жемчуг. Но это пока предварительно, такие материалы. В процессе работы, может быть, что-то добавлю. Самое первое, что мы делаем, это убираем всю фурнитуру, чтобы, когда мы будем покрывать грунтом, и потом расписывать, чтобы нам это все не мешало и, соответственно, не испачкалось. Так, фурнитуру я открутила, убираем ее в стороночку. Нам она пока не понадобится. Берем обычную кисть, грунт черного цвета и начинаем грунтовать нашу заготовку. Грунтую полностью и внутри, и снаружи в два слоя. Проходим все уголочки. После того, как грунт высох, покрываем акриловым лаком. Делается это для того, чтобы потом у нас в процессе работы лучше ложилась краска. И если где-то что-то мы капнем краску не туда, нам будет очень легко ее стереть с лаком. Поэтому покрываем всю поверхность одним слоем лака. Так, лак наш высох. Заготовки наши полностью готовы для дальнейшего использования. Низ я пока убираю, но нам пока не нужен. А крышку сейчас мы начнем разрисовывать. Я распечатывала в интернете вот такой рисунок. Очень захотелось мне сделать вот что-то интересненькое такое с цветочками, с лепесточками. С обратной стороны я заштриховала простым карандашом мягким. Теперь мы будем переводить рисунок на нашу крышечку. Обводим полностью весь рисунок простым карандашом. Все, полностью обвели рисунок. И теперь отклеиваем. И посмотрите, как хорошо все отпечаталось. И дальше начинаем обводить контуром весь наш рисунок. Берем контур по стеклу и керамике. И листочки я буду обводить светлым золотом. А цветы уже более темной краской. Либо бронзой, либо мезой. Парк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... обвели полностью все листочки теперь берем цвет пурпурный металлик очень красивый цвет он такой красный с перламутром и обвожу цветочки так полностью мы обвели наш рисунок теперь берем акриловую золотую краску и дальше я буду разукрашивать лепесточки теперь на прозрачный контур вот такой контурный гель я приклеиваю стразы достаточно буквально небольшое количество для того чтобы приклеился наш страз вообще у меня стразы на липкой основе но я эту липкую основу всегда убираю и клею на контурный гель я взяла красный контур и им прохожу по цветочкам добавляю красного цвета и теперь чтобы создать такой некий объем в рисунке я буду поверх того рисунка который я провела изначально контуром я буду теперь делать тем же контуром но уже в виде точечек и у нас получится такой рисунок немножко объемный полностью по всему рисунку я прохожу точками теперь с помощью жидкого жемчуга я делаю на листочках вот таким вот образом такие вот серединки вверх нашей шкатулочки готов оставляем его сохнуть сейчас покажу немножко я вот здесь вот по краю прогрела листочки чтобы как бы они вот так немножко свисали и сейчас пока оставлю сохнуть так ну что займемся теперь боковой частью и здесь я планирую сделать только листочки и уже буду это делать скажем так от руки потому что здесь переводить рисунок естественно неудобно но как-то будем пытаться рисовать немножко конечно неудобно это сделать получается что как бы делаем на весу и поверхность углом неровно я думаю сейчас у нас все получится вот таким вот образом продолжаем дальше рисовать наши листочки дальше точно также будем их разукрашивать и смир и жмем а и тогда дальше и так шкатулка готова я сделала здесь тоже такой же рисунок внутри пустила просто точечки сверху то же самое и нам осталось прикрутить крышку к основанию итак вот что у нас получилось прикрутили крепление прикрутили замочек так она выглядит внутри так и заключительный этап мы покрываем нашу шкатулку финишным лаком дабы убрать липкость и закрепить рисунок пожалуй начну с внутренней стороны по ссылке в описании вы сможете посмотреть где можно приобрести все необходимые материалы для изготовления нашей шкатулочки ну а если вам понравилась работа оценивайте подписывайтесь на канал пишите комментарии нам будет очень приятно а если вы хотите познакомиться с другими моими работами то внизу под видео будет ссылочка в описании на мой канал всем большое спасибо за просмотр всем до до скорых встреч пока пока